Мне позвонили с Академией Эльбасе, я такой не ожидал, оу, круто. Меня позвали, я попал в топ-10 участников. Одни из 10 людей, которых позвали, со всего Казахстана я такой. Обрадовался их родителям, позвонился своим близким, все говорили, оу, классно, езжай. В программе было все прям в точности, в деталях, как бы все было по плану, кушаем, отдыхаем, встреча, экскурсия, встреча с тиктокерами, то, что они делают свою встречу, как бы не ту старую, нудную, а более молодежную, продвигающуюся, например, встреча с тиктокерами, снятие интервью, как бы мини-блогерство развивать вот это в инстаграме, в соцсетях. Они как бы делают все для развития молодежи по новым тенденциям. Вот самое главное то, что мне понравилось во всей управлении, во всей системе Эльбаса Академии. Сегодняшним встречам мне понравилось то, что Даригана Забелла хочет, чтобы наша молодежь развивалась, как бы она соосновалась в этих разных проектов, то есть являясь директором фонда, она как поддерживает всю молодежь в Казахстане, она хочет, чтобы мы развивались. Еще она развивает тему зооволонтерства, как бы защиту животных, как бы очень большое внимание уделяется внимание к этому. Чему меня научил проект Медаль Эльбасы, это самая главная дисциплина, фундаментальная дисциплина. Если ты что-то начинаешь, у тебя должна быть дисциплина, если у тебя нет дисциплины, то у тебя скорее всего ничего не получится. Должна быть стабильность и дисциплина. Есть правила 21 дня, если ты делаешь одно дело 21 день, то это у тебя уже в привычку. Стиль моей жизни это волонтерство. Я давний волонтер, волонтер своего города, волонтер своего университета. Мне удалось создать благотворительный фонд со своими друзьями из города Аксу. Еще одно направление, которое мне понравилось, это чтение книг. Это как бы одно из самых главных, потому что наша молодежь, все ездят в телефонах, никто не читает, ну мало кто читает, этот вот проект развивает вот эти вот навыки чтения, то есть ему нужно прочесть, он читает, ему вначале нужно будет читать, 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 но это позже входит у него в привычку. Это, это прям очень круто. Самое главное пожелание, ребята, задавайте отчеты вовремя, не надо задерживать их, потому что были случаи, когда я сам временно задерживал, но потом приходилось очень тяжело. Не надо задерживать все, задавайте вовремя, будьте, будьте более дисциплинированными и делайте все стабильно все свое время.